Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о сборной Испании по футболу, которая выиграла чемпионат Европы, с чем я поздравляю всех поклонников футбола, потому что, на мой взгляд, это не победа даже Испании, это победа самого футбола. Футбола как вида спорта. Если бы в финале оказались англичане и французы, как многие предполагали, это бы уже была катастрофа сама по себе, вне зависимости от того, кто бы победил. Но испанцы решили этот вопрос, выбив Францию. Ну а дальше было опасение, что англичане, вот это суперзвездная сборная, без идей, без поставленного футбола, просто с банальной как стул идеей, что нужно обороняться, сидеть в автобусе, если нужно, и рассчитывать на суперзвезд в атаке, что они что-нибудь соорудят. Вот эта английская сборная, абсолютно прямолинейная, могла взять трофей. Исключительно потому, что у них есть вот эти самые звезды. Есть Беллингем, есть Кейн, есть Сака, есть Фоден, есть Палмер тот же самый, которого, правда, загнобил Саутгейт на скамейке запасных, чем, возможно, и дал дополнительные шансы той же самой Испании. Но, тем не менее, посмотрите, какой потенциал у этих игроков. И всем было понятно, что англичане на классе могут выиграть. И это будет поражение футбола, потому что, если подобные сборные, как Франция и Англия, будут выигрывать трофеи, это будет катастрофой. Дальше все начнут брать пример именно с этого, что вот, ребят, не нужно никакую тактику придумывать, ничего не нужно вообще готовить, никакие там заготовочки домашние, никакие схемы не нужно прорабатывать. Просто встали у своих ворот, уплотняемся максимально, играем за линией мяча всей командой. Ну, а потом, ну, что-нибудь Беллингем там забьет или Кейн. В концовочке отскочим со словаками, а потом встанем в автобусы в дополнительное время. Вот, понимаете, победа таких англичан или таких французов была бы катастрофой для всего мирового футбола. И испанцы, как сила добра, решили вопрос и с французским физруком Дешамом, и с Аутгейтом, и его английским не пойми чем. Так что здесь Испания — это победа всего футбола в целом. И давайте это обсуждать. Но сперва хотелось бы напомнить о спонсорах данного выпуска, о футбольных прогнозистах и опытных и честных аналитиках, которые с 1999 года разбирают футбол и готовятся к очередным матчам, делая прогнозы. И самое главное, сейчас у них есть специальная акция для вас — оплата после выигрыша для постоянных клиентов. Поэтому, если вы хотите получить надежные прогнозы, то проходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на их соцсети. Итак, касательно испанцев, вообще хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, ключевой персонаж здесь не Каравахаль, которому уже многие начали прочить золотой мяч за выдающееся выступление на крупном турнире, ни Ольма, который забивал ключевые мячи и выносил с ленточки в финале, ни даже, я не знаю, Кукурелья, который провел гениальный турнир, ни кто-то еще, ни Родри, феноменальный и ужасный опорник, который всех здесь выносил. Нет, ребят, ключевой персонаж — это Дело Фуэнте. Это тренер, который здесь просто все поменял. Все поменял, тактику, стратегию, модель выстраивания команды и так далее. Что мы видели раньше у сборной Испании? Это перекат мяча, эффективный, достаточно прагматичный, потому что пока мяч у нас, нам не забьют, который приносит периодический результат и все в этом духе. Только проблема была в том, что в какой-то момент результат перестал приходить, после ухода Дельбоски, после неудачного чемпионата мира. Стало понятно, что нужно что-то менять, но вместо того, чтобы что-то менять, потом пошли по вот этому замкнутому кругу. Пришел Энерики, человек с еще более таким вот футболом контрольным, вокруг снаряда и так далее. И мы увидели ту самую Испанию с бесконечными перекатами мяча, с бесконечным контролем ради контроля и так далее. И в итоге это тоже не привело к нужным результатам, хотя на прошлом Евро, мне кажется, Испания была очень хороша, просто немножко не повезло с итальянцами в матче плей-офф. Но смысл в чем? Смысл в том, что всем было понятно, нужно что-то менять. И все это навалилось на то, что команда еще и начала перестройку состава. Появляются новые молодые звезды, 16-летние пацаны появляются в составе сборной Испании, и все в этом духе. И тут, понятное дело, что было очень много вопросов касательно перспектив Испании и очень много сомнений. И сомнения, в том числе, кстати, были связаны и с Дело Фуэнте. Мол, что это за тренер? Человек, который всю жизнь занимался молодежными, юношескими сборными. Да, хорошо занимался, выигрывал трофеи, но тем не менее. На взрослом уровне до сборной Испании был один период в два месяца работы в Алавесе, в третьем дивизионе, где он был уволен. Ну, в общем, такое себе, прям скажем. Короче, сомнений было очень много. Много было вопросов. Я, кстати, в том числе в Телеграме задавал вопросы по составу. Почему этих не вызвали, а тех взяли и так далее. И какой объем работы проделал Дело Фуэнте? Как он все здесь поменял? Мама дорогая. Это совершенно другая Испания. Да, она достаточно много в итоге владела мячом, то есть в четверку самых владеющих команд турнира она попала по статистике. Но не было даже близко того ощущения, что испанцы контролят мяч ради контроля. Они могут этим заняться. Могут поезжать в Грузию в штрафную, полностью ее закрыть и там осаждать весь матч. Контролируя мяч много времени, но всем понятно, что это часть тактики и часть игры, а не сама цель. Закрыть Грузию, чтобы не дать ей возможность выбегать в контратаке и передавать мяч Микоутадзе Кварацхеле. Великолепная победа и победа, которая могла стать просто разгромной по счету. Куда более разгромной, скажем так, если бы не героизм голкиперы грузинской сбора. Да, они с французами включили владение, когда нужно было засушить игру в концовке, но это тоже было логично. И поэтому здесь мое мнение, что испанцы наконец-то вернулись к тем самым базовым настройкам, когда владение не является самоцелью, а является именно инструментом для достижения цели. По-моему, это офигительно. И как правильно многие отмечали, эта испанская сборная очень похожа на сборную 2008 года Араганесса, на чемпионате Европы, том, который испанцы тоже выиграли. И, кстати, сколько раз я говорил, каждый раз отмечал именно это, та сборная Испании из великого поколения испанцев мне нравилась больше всего. Потому что она тоже не зацикливалась на владении, передвигала мяч вперед, обостряла и так далее. Это было круто. И здесь Дело Фуэнте ключевой персонаж. А все остальное, ну, простите, это может прозвучить обидно, но все остальное это уже нюансы. Ключевой персонаж это, конечно, тренер, который здесь все видоизменил. А дальше уже, дальше уже пошел этот более вертикальный футбол. Вот этот акцент на фланге Ямал плюс Уильямс, фантастические бровки, которые блестяще себя проявили. И тут как не вспомнить опять же, что Дело Фуэнте обоих тренировал в молодежных сборных Испании. Вообще, многие удивлялись, мол, кого вы там назначили, при том, что у испанцев прекрасное тренерское поколение. Взяли какого-то деда, который с молодежками работал. Так он почти всю эту сборную Испании через свои молодежные и юношеские команды пропустил. Больше половины игроков у него были в молодежной сборной или юношеской. И брали в том числе чемпионаты Европы. То есть здесь, через Дело Фуэнте, команда уже была целостной. И причем целостной с победным, трофейным опытом. И тренер, который знал, как выигрывать Евро, пускай молодежный. И футболисты, которые с этим тренером выигрывали континентальные турниры. То есть о чем это говорит? О том, что в футболе сборных, где, как известно, очень мало сыгранности. Ну, потому что невозможно сыграть сборную, за очень редкими исключениями. Потому что футболисты, ну, выступают в клубах 90% времени. А здесь именно за счет тренера Испания была командой. Командой-звездой, которая выбивала команды звезд. И поэтому здесь Дело Фуэнте ключевой персонаж. Лично для меня. Но при этом, конечно, нужно отметить и то, насколько хороши футболисты. Оказались в этой системе. Именно за счет Дело Фуэнте. Потому что Кукурелье. Сколько было вопросов. Да что это за игрок? Да там, я не знаю, Испания вылетит. Кто-то, я не помню, Невил или Карагер. Кто-то из английских экспертов, бывших футболистов. Сказал, что команда с Кукурельей рано или поздно вылетит. Ну, вот посмотрите. Потому что Кукурелье в рамках выстроенной системы. Где он знает свой маневр. И где все понятно и выстроено. Он играет прекрасно. Так же, как и другие футболисты. Опять же, все знают свое место на футбольном поле. И в итоге тот же самый Руиз. Не самый ведущий игрок ПСЖ. Становится одним из скрытых героев сборной Испании. Тот же самый Марата. Ну, не забивной нападающий, но приносит много пользы. И играет тоже классно. Лапорт, который сейчас уже в арабских странах выступает, вновь показывает себя классным защитником. Каравахаль играет так, что, по слухам, может золотой мяч получить. А Роде играет так, что он обязан получать золотой мяч по справедливости. В общем, здесь все вертится вокруг Теллофуэнта. Именно он сделал так, что 16-летние пацаны выносят главных фаворитов турнира французов. Что стоячки и разбойники выглядят вполне себе неплохо. И даже 38-летний Наваст, да, с ошибками, с косяками, но сыграл относительно нормально против лучшего футболиста мира, вполне возможно, Мбаппе. Только в рамках такой системы 38-летний мужик мог хотя бы тайм продержаться против Мбаппе и провести всего один раз. Ну, с тем самым пропущенным мячом испанцев от французов. То есть здесь система выиграла. Система, тренер и команда. А не сбоящий звезд под одним флагом, как Англия и Франция. И именно это тоже важнейшее достижение. И именно это является победой футбола. Помимо того, что испанцы играли красиво, они играли командно. А футбол это все-таки командный вид спорта. И здесь, опять же, то, что выиграла команда, а не сбоящий звезд, это тоже победа футбола. Поздравляю вас с этим.